Девочки, вот ему тепло, а мне холодно. Я в носках и в халате. Ну, как кто-то там мечтал. Помню кто, ну, вот так помню, да, а вот прям вот-вот, чтоб сказать кто, боюсь ошибиться. Ну, потому что у меня на моменты память хорошая, а вот прям на фамилии, имена ни хрена не очень. Девочки, что сегодня делаю? Приветульки мои все красотульки, девчульки и мальчульки. Вот, сейчас вот картошку почищу вот эту в мундирах, в нелупешках, кто как ее называет. Быстренько думала-думала, что с ней сделать. Пожарить, блин, все забываю, сковородку хорошую купить. У меня закончилась какую-нибудь, надо среднюю, закончилась сковородка-то. И вот надо какую-то среднюю сковородку, на которой можно погреть еду не так много, да, из, ну, из двух человек, из трех. Там картошку пожарить чуть-чуть на ней. Ну, то есть такую небольшую и немаленькую, средненькую какую-то. Вот. Ну, это потом вот уже забыла. Еще мне надо было в магазин в один съездить, посмотреть, есть ли у нас такие штуковины, чтобы мне сделать полочки. Если нет, значит, придется заказывать через интернет. Хотя, можно, наверное, Аксон. Нет, там, наверное, не то. А хотя, может быть, и там есть. Этот магазин-то есть Аксон или какой. Там же много всего такого строительного. Вы мне часто пишите Леруа, еще там что-то. У нас нет таких магазинов, девочки. Даже в Владимире Леруа вот этого у нас нет. Вот. И ехать в Леруа за 100 километров, ну, я не поеду. Там у нас пробки. Да и мне что делать нечего. Сейчас жизнь, 21 век. Все через интернет можно найти. Нет у нас здесь, значит, я закажу, что мне для полок надо через интернет. Я уже нашла. Правда, их нашла на этом. На Авито. На Авито нашла. Вот, и решила погреть картошку, короче, в аэрогриле. Она сейчас там поджарится, будет жареная. Прям такая, как по-деревенски. Надеюсь, с хрустиками. И сейчас перекушу. И пойду снимать тюли в зале. Уберу эти коробки, эти все, которые после покупок, а то они там так и стоят. Сложу их, приготовлю у двери, у входа, чтобы увезти ворху квартиру. Вот, они мне не нужны. Чайник, девочки, забыла вам показать. Новый. Красивый. Сейчас покажу, как горит красиво. Хотя, а, ну я же вам показывала, что я туплю-то. Я в шорце вам показывала. Видали? Я как, красота-то? А? Все. Уж очень шумлит сильно. Угу. Так. Дочка у меня сегодня до вечера. Курочкой все в восторге. Одну банку так убрала в холодильник. Наверное, надо ее, ну, что-то супчик сварить с нее или что-нибудь такое. Сейчас чуть-чуть маслицем полью. У меня вот здесь, ой, уже много, наверное, полила. Сейчас перемешаю. Так. Посолю. И будет мне сейчас вкусный завтрак. Видео мое, дела налила в очистки. Блин, масла много налила. Сейчас будет капать на дно. Придется опять отмывать мой гриль. Ну да. Люблю вот это картофельное масло. Надо было это, фольгу положить на дно, чтобы не накапало. Ладно, уже. А что уже-то? Ничего не уже. Надо упрощать себе жизнь, а не усложнять. Вот эта фольга мне все равно не подходит. Для жизни с орхидеями. Ну, она подходит на один раз. Надо искать ту фольгу, которая мне нужна. Понимаете, девочки? А эта туалетная бумага мне вот нафиг не нужна. Ну, это реально вот прям туалетная бумага. Тонюсенькая. Где-то волос на мне. Ну да, я шутки прям. Он попадет мне в еду. Вот прям вот сминается. Прям вот толстая фольга так не сомнется. Вот так упадете, девочки. Я в последнее время что-то без штатива снимаю. Ну, и не очень удобно, конечно, вот без штатива. Это все. Потом просто сполосну ее и все. А тут, блин, накапает этот жир на дно. Стой, потом его тут отмачивай, вымачивай. Все, девочки. Убираем. Пускай жарится. Ты-ты. Ну, а вот так не из ничего. Можно вкусненько что-то. Картошка. 20 минут. Температура 200 градусов. Супер. Пускай делается. 20 минут много, наверное, сгореть. Может, она же не сырая. Давайте. Ладно, пускай делается. Потом отключу просто. В определенное время. Ну, а я что буду делать? Сейчас вот это все помою дело. Вот. Помою. Уберу все эти коробки. И вообще хочу поменять местами. Убрать диван. Не знаю, надо поменять. Хотя, мне кажется, у нас расстояние вот здесь и здесь одинаковое. В общем, я для начала вешаю жалюзи, снимаю тюли, а потом думаю, куда, чего и как лучше здесь переместить, чтобы уместилось больше, чем. Хочу, короче, диван, вот этот, да, и два кресла. Как-то поставить их на одну стену. Вот, не знаю, получится у меня это сделать или нет. Стол убрать, вот этот, на котором компьютер стоит, да, ну и заодно постираю все эти покрывала и Мартюшина в особенности. Вот. Уместится, я так думаю, если только вот сюда. Окно закроется. Мне очень нравится к этому окну подходить. То вот окно-то я не очень люблю. Там улица. Ну, там мне нечего смотреть. А здесь у меня машина стоит. Ну, у меня здесь камера стоит, поэтому, в принципе, ну, люблю иногда подходить. Вот эту тумбочку, может, с малышатами перенесу и стеллажи перенесу. В общем, все покажу позже. Ну, а для начала надо покушать, что у меня получается здесь. Свет мне очень понравился, девочки. Вот этот очень понравился. Во-первых, видно прям так все, вот знаете, вот хорошо, тщательно, без всяких искажений. Заказала еще шесть таких ламп и в Орхо-квартире розовый свет. Ну, поменяю. Не весь, конечно, да. Длинные лампы менять не буду, но вот короткие лампы уберу там. Они сильно... Вы где? Они сильно розовят и сильно искажают видимость. То есть, даже непонятно, сухие стоят орхидеи или влажные. Вот, поэтому поставлю белый свет еще туда. Фиолетовый либо уберу, либо добавлю просто белые лампы. И тогда оно будет это. Ну, я думаю, нормально. Посмотрю, ну, для начала сегодня вот маленько марафет дома наведу. Иначе меня это все так подколачивает. Оно, понимаете, вот все везде стоит, все нагроможденно. Вот в этой полочке хочу разобраться. Все нормально поставить. Доча люлей тоже получила вчера, ну, моральных. Вот. Я говорю, что ты, вот что за привычка? Вот вытащить. Полотенце, да, надо убрать после. Тоже кинула тут и пусть везти. Я говорю, что за привычка? Вот вытащила оттуда. Положи туда же, где ты взяла, и поставь это так же, как оно стояло. Вот стояло так, положит вот так. Или там стояло на этой полочке, поставит на эту полочку. С этими тарелками тоже устала говорить. Я говорю, тебе трудно поставить большая, поменьше, 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 поменьше. Ведь они лучше умещаются, лучше стоят и лучше берутся потом. Чем вот когда большая, маленькая, большая, маленькая. Ну, трудно, говорю, поставить, что ли. Не знаю, может, и мы такие же были молодые. Ну, вот все, вот прям вот здесь вот уже, вот оно все просто набросано. Я устала. Вчера ей высказала, говорю, доча, ругаться начнем. Ты большая, а мозги свои в этом плане не включаешь. Ты понимаешь, мне, говорю, тяжело. Мне тяжело. И так все нагромождено из-за цветов. Еще и наш вот этот вот какой-то малюсенький уют, его уже нету. Потому что я сделаю так, ты посуду помыла, поставила это все по-другому. Там, когда готовила тут питательную среду, не могла найти вот эту старинную толкушку деревянную. Потому что она ее положила туда. Она там никогда не лежала. Она всегда лежала вот в этой полочке. Я говорю, ты что, не знаешь, где лежат вещи? А я ищу потом. Я перерыла, наверное, полчаса потеряла, чтобы ее найти. Я залезла наверх. Это мне ж надо стул поставить. Ёпросете. Ну, в общем, разборки с дочей веду. Поздно, наверное, уже раньше надо было всему этому учить. Даже не поджарилась еще. Пять минут стоит и ни грамма не поджарилась. Ну, холодная была, потому что и гриль холодный был. Ну, в общем, вот такие вот дела, девочки. Мам, испеки пасху с курагой. Помните, я вам говорила, девочки, не буду ничего печь и не буду ничего делать, потому что я знаю, как это едят. Эту твороженую съели. Эти три пасхи так и стоят. Они никому не нужны. Вот мама и Мартин будем давиться и есть. А пасха, вот что значит, была святая, творожная, да, там же в любом случае яйца добавлены, когда готовили. Мартюша вчера половинку съел, и даже ничего у него не чесалось. Вот что значит освященные пасхи. Вот эти тоже освященные пасхи, поэтому тоже ему дам одну. Ну, мы сейчас с ним чай попьем. Ну, то есть я попью чай, а он это. Вскипечу чайник, девочки, пока, потому что он будет шуметь. Я сейчас отключусь. Вот. Ну, думаю, я уже вам, да, вот эти, может, свои, что я тут буду делать, уже покажу в следующем видео. Да уж, вот это вот разговорное и завтрак мой. Уберу, наконец-то, Иринкин этот, красиво положу, и буду опять на нем лежать. А то она обижается. Говорит, Люба, что он у тебя висит тут для красоты, что ли? Вот. Ну, в общем, чайник мне как нравится, девочки. Красивый. Хотела помидоры съесть. Потом говорю, нет, это для орхидей. Там две штуки осталось. Они прям уже так хорошо соспели, лежат. Я же заранее их покупаю. Чтобы еще отлежались. Мам, купи мне с курагой. Испеки мне с курагой. Вот бы я стояла тут. Говорит, ты большая у меня, бери, да пеки. Надо это, блюдечко, девочки. Сейчас, Мартюша, я тебе тапку дам. Сейчас, подожди. Или вот с ластушкой. Нет, лучше тапку грызи. Девчонки, тапки такие маленькие купила вообще. Ему на один зубок. Эти тапки. На. А смотрит еще на одну. И что? Все, начал. Взял ее в пасть и стоит. Ждет у моря погоды. Я не знаю, почему у нас. Ну, вот пироги едят, да. Там лепешки едят. Пасхи. Я, во-первых, не люблю на Пасхах вот эту присыпку. Вот, но не люблю. Потому что все липкое из-за нее. И никогда не любила. Всегда бабушка раньше пекла, когда я была маленькая. Всегда говорила, баба, не посыпай вот этой присыпкой. Вот, она вся раскрошилась, вся кругом и всюду. О, ну, что это? Да, вот иди лучше под стол и кушай там. Ох, что мои звездочки. Ложись и грызи. Вот, нет, больше маленькие не куплю такие. Еще он сказал, говорит, поменять вам на большие. Когда я увидела, что они такие маленькие-то. Я говорю, да ладно, пусть. А он за две секунды, вон он ее всю в рот положил, размуслякал и все. Ну, что это, вот фольга, что ли? Кошмар какой-то. Девчонки, буду бугнить теперь с этой фольгой. Полжизни, блин. Ой, прям хрустящие получились. Горячий только. У меня, кажется, сало есть. Потому что просто картошку, молоко не хочу, холодное. А теплое не хочу. А ледяной с холодильника тоже не хочу. Покажется. Не, я решил курочку доесть. Ой, она уже застыла, как холодец стала. Хотя я ее утром положила в холодильник. Надо шкуру снимать. Со шкурой ниди очень жирно. Со шкурой. Большую тапку-то он ложится и лапкой держит. А это для маленьких собачат. Не для слоненка моего. А вот из такой тушеночки в макарончики добавить, да? Обалденно будет. Супчик сварить. М-м-м. Мало поджарила. Там был еще. Все. Слопал? На, еще одно. Ложись. Ложись. Ложись, ложись. Вот, молодец. Не хочет. Разгрыз ее и бросил. В общем, девочки, я в итоге довольна автоклавом. Вот именно с этим блоком управления, который сам все делает. С лимончиком чай. Пипец, прибавил опять изопление. Не выносим холодно. Прям ветер аж насквозь пронзает. Чудо моё заморское. не вот блин вот я мы прям вот чувствую да вот подсознание было что я хочу с молоком чувствую даже вкус молока для девочки батюш хватит даже сливки отстаиваются фигеть картошка горячий молоко холодной поэтому не заболею до кажется что опять молоко это фермерская вообще прям отпад девчат такое вкусно прям как раньше дома стал и даю ему вот эти тапки он стал очень много пить воды но они же сушеные там занят как будто бы приехала из рук купила у кого-то молоко наш коров в детстве забыла такой же вкус был вкусно я перекусила можно идти заниматься делами греться хотя хотела окна открывать не буду сейчас с этой стороны помою открою потом когда тепло будет ну холодно девочки пока моешь окна продует нахрен десять раз шею еще и спину еще и спину Смотрите продолжение в следующей серии. Потому что много сладкого дома, поэтому не съедается. Хорошо, девочки, перекусила. Чего ты там дышишь? Давай, иди поспи. Раз тебе тяжело. Пойду, девчат, делами заниматься. Потом покажу, что получилось. Девочки, я столько проделала. Прям даже вам показать почти уже хочу. Короче, я выкинула палас, который у меня здесь лежал. Если бы вы видели, что мне это стоило, его отсюда убрать. Он лежал здесь от времен Великой Отечественной войны. Я его еле. Но вы, конечно, меня не видите. Покрывала все, постирала. Занавески повесила. Гордины эти, как они там, жалюзи. Повесила. Окна помыла. Мартин. Еще не все здесь. Леш. Пришел проверять. Я так давно мечтала тот палас выкинуть. А вот этот, помните, как давно купили? И все, никак не его... Ну, что вы хотели мне его постирить. Ну, тебе там не надо, вон. Я тебе за матюшу лежала на кресть. Он тоже все равно спит на такой шкафе. Ага. Блин, дочь, принеси ножницы, а. Я боюсь порезать новый палас, который дождался своего часа. Там ничего не видно у меня, нет. О, упаковали. Время распакуешь. Ёп. И РССТ. А выдавить? И выдавить не получается. Здесь, я не знаю, горячим, что ли, заклеиваем. И ножницы не берут. Чем пахнет, Мартюш? Чистым? А я ж, мам, полы на мыло. Скользишь, что ли? Привыкай. Все, того паласа нету. Я не буду. И не будет. Еле уперла его на помойку. Чего жалеть старье-то, девочки? Сколько можно? Он еще клееный. Он настолько одеревенел. Аж хотела стирать, отдавать. Господи, свою давнюю игрушку. И игрушку. Мартюшину нашла. Так, где у него... А, это вперед. Это вперед. Это назад. Нюхать, нюхать, нюхать. Нюхать, нюхать. Как плюшка, удобно? Комфортно, сына? Сожрешь новый палас, получишь в лоб. Он стоит целых тысячу с чем-то. Подвинь жопу-то, я его подвину. Все, он садит. Сел. Пойдем. Давай, слезь. Давай. Я с тобой его не подвину, Мартюш. Ну, Мартюша. Подвинься, я сейчас его поправлю. Ты залезешь обратно. Господи. Все, мне почти нравится. Ну, почти, потому что это надо привыкнуть, что такой коротенький палас. То лежал на всю комнату, а теперь вот так чуть-чуть. Зато снял его, выбил, потряс, постирал. Чего, зайка? Кристаллики. А куда они делись? Они выпались, потому что она была... Загнутая. Так а зачем она была у тебя загнутая? Мартин. Господи. На, свои игрушки. Она же на верху лежала. И чтобы она не упала, ее вот так. Загнула, да? Вот так вот, чтобы она... И что теперь? Ничего сделать нельзя? Суперклеем приклеить. Не приклей. Только я не помню, какую цепь кристаллики. Мне же все смешно. Теперь. Ну, найдешь такой же цвет, и все. И приклеишь, и видно не будет. Надо было еще там давно в стекло. Надо было. Фу, смотрите, с меня течет. Фу. Аж мокрый. Я бы сделала себе этот подрамник. Дочь, ну, ты большая девочка-то у меня уже, или что? Или ты ждешь, пока мама тебе это сделает? Я знаю, у кого. У кого? Мальчиков. Мальчиков. Попроси. У нас у меня не денег. Вообще, все это продается, дочь. Да, девочки? Да не дороже денег-то. Мама тебе даст денег, так и быть. Вот, видали? И не надо. Фу. Конечно, еще не доубиралась. Занавески чистые тюльки. Класс. Эти. Ну, я в ВК показывала, как я повесила жалюзи эти. Обалденные вообще. Здесь у меня встали баночки. Вот. День уже длинный. Им хватит этого. Ой, девочки. И на втором окне тоже все. Помыла, постирала. Жалюзи повесила. Эти две полочки. Видите? Убрала вон туда. За стол. Передвигать. Вот это вот дело некуда. Ну, я сейчас все еще застелю. Постирала. Только оно еще влажное. Ребенок играет. Косточки его ж не нашла. Он прям не нарадуется. Эту стойку унесу в гараж. Там открыть надо. Цветы эти пересадить надо. Может, завтра ими займусь. Пересажу. И не знаю, куда я их поставлю. Ну, куда-то поставлю. Ну, в общем, девочки, я молодец. Осталось мне все пледы постелить. И красота, и чистота в зале. Завтра возьмусь вот за кухню. Ну, я довольна. Маленький поласик. Да даже испачкается за 1300-то. Выкинул, купил такой же другой, постелил. Что, я неправильно говорю? Да. Все. Обнялся с игрушками. Лежит. Плюш, ты обиделся, сына? Обиделся? Что мама полас твой выкинула. Да? Ну, вот тоже полас. Зато тебе теперь есть где полежать в жару-то. А мама раз-раз протерла все твои волосы. И чисто. Можно моющий пылесос робот покупать. Теперь. Так, все, девочки, я продолжаю. А то уже ночь, а я все тут шушусь. Классно с жалюзями. Закрыла их. И ничего не видно. Я не люблю ночные шторы. Я вам уже говорила в зале. Потому что темно с ними. Вот. Тюль все-таки постелила обратно. Потому что без нее как-то неуютно. С ней уютней. Все чистенько. Сейчас здесь еще белые пледы будут на этих. Надо мне, знаете, что... Садись, садись. Садись. Вот. Ой, маминка, вот. Маминка, вот. Надолго белая-то? Один раз с грязными лапами залезешь сюда и получишь в лоб. Что ты там? Опять заказала шампунь? А я заканчивалась. Вообще заканчивалась. Ну, пользовалась бы моей такой же. Да нет. А то у меня теперь их много. Всяких разных. Да нет. Я чувствую много. Все, девочки. Люблю вас. Ну, все. Осталось убраться в мелочах. В моих записях. Контейнер куда-то по-другому поставить. Вот. Теплички так и будут там стоять. Там у меня будут адаптироваться высаженные малышки. Ну, такая я, да. Я же работаю, наверное. Вот. В общем. Все. Мне нравится. Свобода. Обожаю такое. Стойка. Ну, я уже говорила, несу. Цветы пересажу завтра. Вот. Иринка постелила. На нем так классно лежать. Покрывальце твое. Ну, короче, вот так. Может, для кого-то это неуютно, а для меня уютно. Эта коробка уйдет ворх в квартиру. Завтра туда все сложила. Что? Это все уберу. Ну, и в общем, порядок. Ребенок загрустил. Что грустишь, сына? Не грусти. Когда я ему постираю его кресло, он очень грустит почему-то всегда. Не знаю почему. Жалко пачкать, наверное. Ничего, сынуля, мама постирает опять через год. Вот теперь точно могу похвастаться, что здесь я, в принципе, убралась. Вот. 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 Вот.